Требует времени. Тамара Николаевна, Игорь Борисович уже на лёд Юго. Юго Калагучи, Александр Смирнова. Вообще, надо сказать, очень сложная судьба у этой девушки. У неё было, на моей памяти, наверное, партнёров шесть. За историю её катания. Тамара Николаевна. Ну и что сказать после того, как она воссоединилась с Александром Смирновым? Я думаю, что всё-таки это лучшая комбинация. Будем надеяться, я очень надеюсь, сейчас будет первый элемент, четверной выброс. Молодец. Ну, немножечко не устояло. В общем, уникальный элемент, четверной выброс. Его никто не делает здесь, на чемпионате. Да и в мире пока что никто не делает. Её, по-моему, повредило плечо. Юка. Что случилось? Выбило руку или что? Вопрос главного судеба. Да, должен быть свисток, чтобы остановили музыку. И сейчас должно быть принято решение. Наверное, по правилам они должны начать с того же места, где остановились. То есть после выброса. Это бывает довольно-таки часто, к сожалению. Шнурки развязываются, что-то ещё. Отрываются клёпки. Ну, сейчас что, она просто уши было плечо или как? Может, какой-то нокдаун был даже. Это очень-очень тяжело сказать сейчас. Посмотреть. Может быть, посмотреть быстро повтор сейчас этого четверного выброса? Да, потому что это уникальный элемент, в принципе. Взглянуть, что там, собственно, было. Вот он, выброс. Выброс. И... Повой локтём вот, наверное, вот. То есть она вот здесь могла выбить плечо просто. То есть может быть болевой шок, я так думаю. Ну... Я рискованно. А им могут позволить уйти со льда, а потом вернуться? Или нужно будет прямо сейчас? Нет, у них есть, по-моему, две минуты, насколько я помню, сейчас, по-моему, правило. Что вот она держится плечо. Ну, сейчас просто ей нужно решить, может она кататься или нет, правильно? Да. То есть она должна получить решение со мной. Опасный этот ваш четверной выброс. Вы же его тоже делали с Оксаной? Да, мы первые... После любительской... Первые в России, кстати, сделали четверной выброс. Вы его делали на каких-то профессиональных уже соревнованиях? Да. Я пока еще не знаю, кому этот четверной выброс принес успех в любительских соревнованиях. Потому что кто бы его ни делал, обязательно это все заканчивалось либо падениями, либо чем-то еще. Ну, давайте смотреть программу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВОИГРЯД often АПЛОДИСМЕНТЫ Х scan АПЛОДИСМЕНТЫ Умничка. Просто умничка. Комбинация тройной тулук, тройной тулук. Сложная комбинация со связкой и все же абсолютно синхронно. И вот здесь вот я боялся всякий плечо, но молодцы ребята. Обратите внимание на спуск с поддержки сейчас. Оп! Вот такие мелочи сейчас очень приветствуются, то есть при входе в поддержки, при выходе из поддержки. Это все добавляет какие-то минимальные баллы, которые потом... Которые потом играют роль. Потом? Да. Вот оригинальный заход на выброс, да? Молодец. Правильно еду на выброс и... Двойной аксидент. Придется партнеру тоже выбить плечо после проката. Паровоз на одной ноге. Вот все эти вещи, которые... Вот спуски... Это все очень сложные вещи технические, которые зрителям не видно и... Отнимают много сил. Мне кажется, что питерской публике все видно, она у вас такая грамотная. Да, здесь, в Санкт-Петербурге, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотрите, сложная позиция у партнерши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложная позиция внизу у партнерши и партнера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложная позиция у партнерши и партнера. И каждая черта дает свою оценку. Вот так и каждый элементик. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, браво! 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 Да, драматически получилось у нас соревнование в одной только этой программе. АПЛОДИСМЕНТЫ С приключениями. Мы молодцы, ребята, собрались, потому что, конечно... Четвертый выброс вообще очень специфический элемент, потому что нарушается как бы оборотный уровень. Привыкли... Спортсмен привыкли, допустим, делать три оборота, да? И чтобы сделать четыре оборота, да, нарушается общее. То есть могут быть срывы в прыжках, в тройных выбросах и так далее. Ну, это все равно как... Вот все время, предположим, ищешь выключатель на уровне головы, а потом он вдруг оказался вот на десять-тридцать сантиметров ниже. Ты в растерянности, так и здесь. К сожалению, да. Но они рискнули, молодцы. А вот интересно, то, что они делают четверной выброс с такого довольно-таки небольшого хода в самом начале программы, это потому что пока еще не готовы делать его на большой скорости, потому что иногда кажется, что на скорости сделать выброс легче, потому что выше скорость, дальше пролет и так далее, нет? Как это делается технически? Что это такое вообще? Ну, я так... Вы это знаете? Я знаю. Но дело в том, что... Вот только в последнее время, когда она стала за Россию выступать раньше, то ее и не видно нигде было. Оказывается, наоборот, таким светлым каким-то созданием постоянно. Ну, почти как Ленка переживает. Ну, вот это работа. Это работа, которая, к сожалению, каждодневная и... Ну, интересная очень. Ну, неплохую сумму-то они получают. Выше, чем на любом другом турнире в этом сезоне. Да и вообще в своей карьере. У них рекорд 119 баллов был, а теперь они получают 124 балла. Это состоит из 65 баллов и 14 сотых за набор элементов и 60 и 16 за компоненты. И даже, естественно, один бау минус, который не могли не поставить из-за падения в четверном выбросе, здесь, конечно, влияет на ситуацию. Бонус не поставили для четверного выброса. Видите, табличка в бонус. А может быть, потому что он не... Мне показалось, что он был докручен. Нет, ну, падение, но он был докручен, был сделан. Ну да, докручен. Но, по-моему, на две ноги. Ну, это уже техническая ошибка. То есть... Да? Это да, это все-таки... Надо будет обсудить потом с лакерником. Мы всегда ему задаем все самые камерные вопросы. Ну да.